Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБА России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 25 июня 2020 года, по данным областного оперативного штаба, в городе Десногорске зарегистрировано 136 случаев новой коронавирусной инфекции. С осторожным оптимизмом могу сказать, что последние две недели наметилась тенденция к стабилизации заболеваемости и отмечается даже некоторое снижение, как в Смоленской области, так и по городу Десногорску. Можно сказать, что в городе Десногорске мы вплотную подошли к первому этапу снятия ограничительных мероприятий. Вы знаете, что Роспотребнадзором определены три объективных показателя, в соответствии с которыми регион или территория переходит с одного этапа на другой. Первый этап подразумевает распространение инфекции. Коэффициент должен быть меньше единицы. У нас он на сегодняшний день 0,79. Очень хороший показатель у нас по тестированию. В городе протестировано уже более 4380 человек. Из них работников Смоленской атомной станции почти 2700 человек. И коэффициент у нас при норме 70-136. К сожалению, коечный фонд пока не очень активно освобождается. При наличии 40 коек инфекционных на сегодняшний день лежит 37 человек. При условии, что мы каждую неделю отправляем больных в клиники Москвы. Но, тем не менее, территория приблизилась к первому этапу снятия ограничительных мероприятий. И вот в комментарии к этому сегодня издано постановление главного санитарного врача номер 2777 о возобновлении работы предприятий торговли, осуществляющих продажу непродовольственных товаров на территории города Десногорска. То есть с завтрашнего дня эти предприятия могут официально приступить к работе. Но, тем не менее, несмотря на положительную тенденцию к улучшению, ограничительные мероприятия по-прежнему остаются в силе. По-прежнему призываю вас соблюдать все меры, о которых мы с вами говорим почти ежедневно. Маски, социальная дистанция. Соблюдать все необходимые рекомендации медиков. Благодарю за внимание. Будьте здоровы!